Привет, Патя! Здорово! Школьники мои! Долго будете в школе? Я до шести, горе и до скотин. Ну, где-то до полу-восьмого. Труженики, труженики мои! А что мы едим? Булочки? Да, меня тоже съели, мамасик. Ой, еще такой вкусный хлеб, варенье, малинка. Что еще надо? Ничего. По-моему, да. И мои таблеточки. И витамины для ума. Это специальные такие? Да. А не только для детей или для взрослых тоже? Мне можно для ума? Можно. Хорошо. И витамин Д. Кстати, витамин Д. Приветствую вас, друзья и не другим. Алла Борисовна Пугачева обратилась здесь к своим хейтерам. Сказала, что те, кто были холопами, стали рабами. Знаете, я не думаю, что так уж много людей именно ненавидят Пугачеву, как она пишет. Нет. Нет. Речь совсем не в этом. Дело не в ненависти. Дело, я думаю, в разочаровании и в горечи, что в этот очень трудный момент, а он трудный, он трудный момент. Идет война. Идет война, и это война, которая может стать последней, третьей мировой. И когда в этот трудный момент народные артисты страны, народные по званиям официальным и по былому статусу, не со своей страной, не со своими зрителями, слушателями, фанатами, это огорчает. Это вызывает раздражение, может быть, какие-то несправедливые упреки в адрес Пугачевой и в адрес ее мужа. Я считаю, как раз то, что она поддержала мужа и попросила дать ей статус иной инагента, это как раз плюс и зачет. В общем, она не отвернулась от мужа. Другое, что там Максим Борисович, конечно, я неоднократно говорю, это просто полный мудак. Вот здесь даже недавно пранк очередной был, из которого следовало, что вообще все эти выдумки про Бучу, это просто работа. В рамках информационной войны, работы СБУ, и когда такие люди, как Галкин, подхватывают и тиражируют вот всю эту фигню, они, конечно, ну, фактически принимают участие в информационной войне на стороне противника. Поэтому он парень неплохой, только мудила такая полная. Алла Борисовна, в общем, его поддержала, ну, молодец, конечно. И здесь все пишут и говорят, что вот она, мол, приезжала в Москву именно для того, чтобы оформить продажу своего замка за миллиард. И не собиралась оставаться, нет, я не верю в это. А зачем она детишек притащила, в школу их отправила. У нее, кстати, очень симпатичные вот эти близнецы, детки, просто чудесные. Я видел несколько видео, которые она выкладывала. Очень реально красивые, умные дети. И здесь она их привезла не для того, чтобы там экскурсию им устроить, прощальную по замку. Она рассчитывала здесь остаться, справить мозги. Мозги вправить она собиралась. Помните, она приехала, чтобы мозги вправить. Нам, Мудачу, Мудачу, да, это другой музыкант так. Высказался о тех, кто не симпатизирует Чулпан Хаматовой, Земфире и прочим Сережем Лазаревым, всем заукраинцам. Но неважно, песня совсем не о нем. Про Пугачеву. Нет, она собиралась вернуться сюда. И, насколько известно из инсайда, нет, не ахти какие там тайны. Уже в тобой это писали. Просто детей начали троллить в школе. Насчет там, где ваш папа, и что там с папой, и так далее. Это ведь элитка, элитарная школа, понятно, какой там человеческий материал. В смысле родители, я не про детей говорю. Хотя тоже от осинки не родятся, от песинки. Там понятно, что вот это вот такое человеческое болотце. Но, опять же, не об этом речь. Я думаю, что она приезжала, чтобы остаться, и не осталась именно из-за детей. Именно решила уберечь детей от негатива, от этого хейта. Сама она, конечно, раздражена. И понять ее можно, и посочувствовать ей. Но не простить. Простить вот им никому нельзя. Потому что такое время, даже если что-то не нравится. Да, а кому вообще все нравится? Ну, вот кому, может, нравится этот бардак с мобилизацией? Все равно надо быть со своей стороной. Говорить, да. Критиковать, да. Не молчать, рисковать. Но быть со своей стороной. А не уезжать, как все эти комедианты. У меня там сейчас Семен Слепаков шутит насчет референдумов в Израиле. Тоже человек, в общем-то, обласканный властью. Ладно, не будем об этом. Так вот. Говорят, что вот она никогда не вернется, потому что, мол, она продает свой особняк. Продает особняк, который это такой вот памятник всем комплексам Максима Борисовича Галки. Она продает, поэтому точно не вернется, сто процентов. Они собираются вернуться. Почему она продает? Потому что люди, которые там сейчас, землеобетованность, не тусуются, говорят, какие настроения там. Они там все через одного, по всякому случаю, может, и не все. Но через одного считают, что начнется атомная война, и НАТО точно ебнет по Москве и Московской области. И не останется ни Москвы, ни замка. Нечего будет продавать, поэтому надо сейчас продать все. Те, кто нужен, у тебя в бункерах отсидятся, а здесь вот все будет ядерная зима. Вот эти слухи в нынешнем контексте, когда вскрылась куча косяков в Министерстве обороны, они, конечно, влажатся на такую почву. И здесь точно и уверенно можно сказать. И всем тем, кто эти слухи распускает, и эти, на жилет, не дождетесь. Ну, не дождетесь. Ну, вот поверьте, на каждый инсайт есть свой инсайт. Что-что, а вот этого точно не будет. По поводу зонтика. Здесь можно спать спокойно. Уже не знаю, как, где. Но в Москве все будет в порядке. Другое дело, что страна к известной степени рассказывается на тех людей, которые уезжают, на тех, которые остаются. И здесь дело не в пропорциях, что уезжают немногие. А в том, что закономерно Гайдара Чубайса с 90-х внушали нам, что, собственно, есть один смысл и один резон. Это бабло. Что или разбогатеть, или сдохнуть. Третьего не дону. Поэтому удивительно даже, что за эти 30 лет не выросли все вот с такими же лекалами нравственного порядка, как в нашем шоу-бизнесе. Бабки, только бабки, все. И сплошные перебывания. Поэтому еще раз возвращаясь к заявлению Пугачевой насчет холопов и рабов. Сама она даже так-так не думает. Вот не думает она сама. Это такой вскрик обиженной, оскорбленной женщины, которая когда-то пела. Вот. И которая вот давно уже не поет, но лучше бы она и не говорила ничего. К мужу ее тоже это относится. Жаль. Жаль, действительно. Я никогда не был потребителем этой продукции музыкальной. Аллы Борисовны Пугачевой. Но если бы она была одна, она бы одна уехала, то это было бы некое исключение, подтверждающее правило. А здесь это просто стало правилом. Они уехали все. Ну, почти что все. Те, кто не уехал, тоже здесь в общем молчат. Выжидают. Ждут. Чего? Ядерной зимы. Повторю, я тоже сказал. Не дождетесь. Нет.